Утро на Болткоме Ну а мы тем временем продолжаем Утро на Болткоме. 8 марта отмечаем Международный женский день. День, который вошел в историю. Собственно говоря, старый стиль 23 февраля прекрасно рифмуется. Эти два как-то праздника мужской и женской, инь и янь. Ну и благодаря 8 марта состоялась февральская революция в России началась. Леонид Утесов начал свое выступление как раз-таки на 8 марта. На Международный женский день. Махатма Ганди объявил в Индии в кампанию гражданского неповиновения. Я уж не знаю, на 8 или марта он решил. Что такое? Праздновать хочу! Да, или наоборот завалиться на диване, условно говоря. Ноги кверху, ничего не делать. Ну и басня Крылова. Первая книжка басен Крылова вышла как раз-таки на 8 марта в 1809-м скандалу. С большим успехом. С большим успехом порвал вот все эти рожи. А через 2 месяца за него никто не проголосовал на выборах, потому что все обиделись. Не понял, на каких выборах. Ну, там были выборы, в которых он участвовал. И люди, которые себя... Мартышки узнали. Да, да, да. Описанными в этих баснях, сказали... Другой раз. Ну, а между тем у нас на прямой связи вот Кристина Корвин. Правда, мы ее не видим... А вот сейчас увидим. И поздравим! И поздравим! Помашем руками, поздравим с 8 марта, с Международным женским днем. Кристиночка. Привет, доброе утро! Доброе утро! С праздником! Спасибо большое! Меня хорошо слышно? Да. Да, и видно прекрасно. Отлично. Нам везет. Технологии дошли. Что происходит вообще в мире музыки? Как живут, выживают, можно сказать, музыканты? Потому что мы, ну, сколько ни встречаемся, вот, конечно, эта тема, то, что нельзя устраивать концерты, нельзя общаться с публикой, с залом. Это, ну, очень всех музыкантов, конечно, очень расстраивает. И, ну, не будем скрывать, все-таки, это ведь и источники дохода. Это, опять-таки, ну, вот пандемия немножко как-то очень, ну, безжалость. Она убила. Убила просто, да. Скажем так, она, в принципе, ее уничтожила. Вот, слава богу, я не только музыкант, артист, певица, но я еще и педагог, поэтому я как-то выживаю тем, что могу преподавать, имею возможность преподавать онлайн. А как же вокальные уроки онлайн, возможно, проводить? Возможно, да. Вот так же в Zoom абсолютно. Сначала это был, конечно, взрыв мозга. Да, вот это потрясающе. Да, вот. Слава богу, я не парикмахер, который не может сделать это онлайн. Поэтому спасибо, господи, что я на той дороге. Я готов попробовать взять короткий урок прямо сейчас. И возможность заниматься своим делом. Кристина, научите брать какую-нибудь ноту, вот прямо сейчас. Ну, для начала нам надо с вами заняться дыханием. Все успокоить внутри себя без суеты, чтобы у нас не зажималась гортань. Тогда и сесть надо по-другому. Вот, сразу же решил воспользоваться служебным положением. Да, использование служебного положения в корыстных целях. Конечно. Я помню, была такая статья в уголовном кодексе. Да-да-да-да, я расслабился. Более высокую или более низкую? Более красивую, проникновенную. Так, чтобы все девчонки мои были. Вот я раскрываю рот, начинаю петь, и все. И все тают, и говорят, Саша, какой у тебя голос? Вот, вот сейчас на слове «голос» у вас был очень прекрасный голос. С придыханием. Вы просто потом, например, я даю вам тональность, а вы вот это слово «голос» подтягиваете, да, по нотам. Голос. То есть, магическая сила голоса, она заключается в дыхании и во внутреннем мире человека. Если вы через себя пропускаете эмоции, вы сможете прекрасно потом доносить их через звук, протяжный для других людей. Насколько, кстати... Спасибо за это знание. Дыхание. Все-таки вот есть же люди, которые на сцене не поют, а разговаривают. Там тоже самый Серж Гинсбур, который, я думаю, не был оперного пения, но он говорил. Но зато практически все таяли от его голоса. Здесь ему тоже... Абсолютно. Это то же самое. То есть, любого человека можно научить петь, ну, в плане попадать в ноты, развить ему слух. Любого. Абсолютно. Но то, как он будет это преподносить, зависит от самого человека. Мы не можем научить человека чувствовать какие-то эмоции. То есть, это может сделать только он сам через свой опыт, соответственно, жизненный в основном. И либо уметь завораживать, притягивать людей, либо не уметь. То есть, этому научить, ну, сложно. То есть, либо есть у тебя харизма, либо ее у тебя нет. Абсолютно верно. Да. Как бы можно научить человека играть роль. Но мы такие... В сущности, скажу так, мы очень чувствуем все на тонком уровне. Да. То есть, ты заходишь в комнату, если стоит человек, и он прям энергетически... Как это сказать? Он к себе располагает. Вот захочется с этим человеком в комнате остаться. А если он холодный, зажатый внутри, какой-то еще злой, нам захочется убежать. То же самое с артистом на сцене. Вот. Что он через себя пропускает, как он это делает, с каким... С каким посылом он это делает. Вот. И вот его хочется слушать или не хочется. И главное, что не зависит от того, насколько технический человек вокально развит. То есть, можно быть там супер-пупер, петь как Марайя Кэрри или Кристина Агиллера. Ну, как бы для... Особенно для русского человека. Он послушает одну песню, скажет классно. А можно что-то, ну, душевное, что вот вызовет эмоции. И все. Если такой человек не сможет этого сделать, он будет просто неинтересен, как бы круто он не пел. Вот важно, что у тебя в сердечке. Вот у меня как раз вот по этому поводу и вопрос. Является ли певец все-таки актером, который проживает эту песню, то есть играет песню, а не только поет? Является. То есть певец, он артист, да? Он и актер, и певец, и... Клоун, да, который должен развлечь. Вот. Но все-таки он в первую очередь должен быть человеком, который эти эмоции все проживает именно в жизни. Потому что если он проживает их только на сцене, ну, это фальшь. Это сразу человек слышит, слушатель, зритель, ему становится неинтересно. А вот когда человек это делает прям вот с эмоциями от души, и так бы он, например, себя вел в жизни, это сразу вот это цепляет. То есть вы призываете к тому, что артист не должен выходить из роли даже вне сцены, а постоянно носить эту маску? Нет, дело не маски, а в том, что он на сцене был таким же, как и в жизни. А, то есть когда он поет о любви, он искренне любит, да, вот он прямо вот... Абсолютно. И, скорее, обратно, ты не сможешь полноценно передать эти чувства, если ты в своей собственной личной жизни не любишь какой-нибудь сухарь такой холодный. Вот, я ловлю на лету, потому что... Задайте мне еще раз тональность. Голос. Я вместо кошки теплого буду скоро... Да, вместо Нагиева голос, заставку голоса будешь. Ой, я почти уже такую стрижку сделал. Готовлюсь, готовлюсь к большой сцене. Я очень-очень сердечный, верьте мне. По поводу вот этих эмоций, да, про которые мы говорим, что если человек не любит, он не может петь о любви. Почему очень многих детей на конкурсах ругают, жюри, что говорят, ну как ты, тебе 10 лет, как ты можешь петь кукушку? Ты не можешь прожить эти чувства, эмоции. Ну вот, совершенно верно. Ну, там, примеров, в общем-то, достаточно не счесть, когда дети поют откровенно недетские песни. Поют, кстати, неплохо. Не только технически, но даже они что-то и пытаются играть. Уж не знаю, кто им родители, педагог по вокалу или все вместе рассказывали и объясняли. Но то же самое упомянутое шоу «Голос-то», в общем-то, он показывает, что «Голос дети». Песня какая-то, ну, я бы в жизни своему ребёнку не дал её спеть. Ну, не в том смысле, что запретил. Не предложил бы, скорее. Мне бы в голову не пришло. Ну, в какой он смысле, про любовь или про войну, или про что? Ну, про войну и про любовь. Какие-то достаточно взрослые по переживаниям, ну, вот абсолютно не детские. Я не к тому, что призываю только там про солнышко светит ясно, здравствуй, страна прекрасная, или там тили-тили-триолевали, но тем не менее. Могу добавить. Есть такие дети, вот, которым подходит, которые проживают, на самом деле, они внутри себя очень-очень взрослые. Вот я не знаю, в моём детстве, мне кажется, не было таких детей, да, мы все там карапиву били и всё такое. Сейчас дети, они настолько, то они, мне кажется, рождаются, и у них уже есть какое-то понимание, для чего они родились, для чего они живут. И, соответственно, когда такие дети поют взрослые песни, ты просто слушаешь, думаешь, как, как этот ребёнок это делает. А он внутри себя уже как будто бы вырос давным-давно. Да, он там уже маленький старичок. Ну вот, грубо говоря, ты видишь по телевизору, 12 лет, да ей там 20 уже все, если не 30. То есть то, как они разговаривают, не только поют эмоционально, но потом, когда ты слушаешь, как они говорят, это поразительно. А, Кристина, скажите, среди ваших учеников больше детей, ну, есть ли более взрослые, скажем, те, кто приходит к вам вот именно учиться вокалу? Ну, вот просто, может быть, человеку хочется развить в себе что-то новое. То есть не обязательно он хочет стать певцом. И, кстати, да, что движет взрослым человеком, который вдруг хочет взять, начать, никогда не занимавшись музыкой, уроки вокала? Во-первых, да, больше взрослых. Дети тоже есть, но больше взрослых. Не знаю, почему так сложилось. Возможно, мне со взрослыми как-то проще, легче. Не важно, что ими движет. Но смотрите, опять же, сейчас такое время. Если раньше люди очень были зависимы от мнения, там, ну, куда тебе, куда ты пойдешь петь, ну, то есть это вообще было не, как это, не развито, этого не было так вот, вот, всеместно, то сейчас люди, которые, вот, там, не знаю, моего возраста старше, они вырастают, думают, боже, ну, я там вот в 10 лет так мечтал петь, а вот эта училка сказала мне, что мне не дано, выгнала меня из хора, и, ну, я не могу, я хочу. Вот они в своих офисах сидят, они прям, не знаю, пылью покрываются и понимают, что они в этом мире хотят что-то за собой оставить. Это я больше даже про тех говорю, кто не только приходит учиться петь, они начинают пробовать писать свои песни и записывать их. Вот оно, все эти подавленные желания и переживания, как проявляются, да, хочется себя реализовать наконец-то. Да, оставить след какой-то после себя, ну, то есть кто-то идет танцевать, кто-то идет играть на барабанах, кто-то идет петь, чтобы потом, например, там, когда закончится вот это все, чтобы можно было сходить в караоке и не ударить в мярд с лицом, или спеть у бабушки на дне рождения, сделать ей подарок, вот. Вот этим, да, движет. Это времяпрепровождение. В этот момент люди отключают свой мозг, который привык думать, так, я встал, я поел кашу, я пошел на работу, я с работы пошел в магазин, забрал ребенка, опять домой, спать, опять работа. Вот, то есть в этот момент, в любой творческий, кто-то рисует, опять же. Да. Вы знаете, простите, перебью, чего не хватает в этом обрисованном вами распорядка дня? Того, о чем мы говорили сегодня с нашим первым гостем Антоном Семенником из Гетто Геймс. Спорта не хватает. Вот он уже, в начале девятого мы с ним созванивались, он уже с пробежки вернулся. Мы еле дотащились до работы, а он бодрячок. Да, вот, кстати, я сама начала заниматься спортом в прошлом году, в онлайн-марафон, и просто вещь. Я сейчас не совсем боюсь понял, онлайн-марафон это как? Это просто марафон по удаленке? Ну, в смысле, вот у тебя есть 21 день, и ты каждый день делаешь упражнение. А, в этом смысле? В марафон какие-то упражнения? А я думаю, в кресле просто сидишь и ногами перебираешь перед веб-камерой. У кого есть тренажер, в принципе, может делать и так. Ну, да. А вот не дают ли, скажем, уроки пения человеку новое что-то, что позволяет ему, ну, может быть, дать ему уверенность в своих силах, то есть раскрыть его, человек, который боялся выступать, может быть, перед публикой или с презентациями, вот он, начиная в вокальные какие-то упражнения, он снимает эти комплексы и более себя чувствует раскрепощенным? Вот, да. Лично моя методика настроена на то, чтобы вытащить из человека зажимы. Вот эти все страхи. Как сказала одна моя взрослая ученица, спасибо тебе, что ты мне помогла вскрыть моего внутреннего ребенка. Да, то есть на нас, опять же, навешивают ярлыки, ты вырос, все, ты взрослый, ты должен идти работать, а мы внутри дети, мы хотим беситься, мы хотим развлекаться, да, и благодаря пению, то есть вскрываются такие раны, что ты вот настолько все зажатый, настолько все в каких-то рамках, что пение помогает это открыть, опять же, начиная с тех же упражнений на дыхание. Когда надо просто сделать вдох и со звуком выдохнуть. Кто-нибудь так дышит? Нет. А на самом деле это то дыхание. Да по сто раз на дню я так выдыхаю, ну честно. Особенно приблизительно с восьми до шести. После шести выходя из конторы, вроде как легче становится. У нас на самом деле уже как-то времени очень осталось мало, а мы же хотели еще послушать песню. Послушать новую песню, Кристин Корвин, о «Горе от ума». И вот может быть несколько слов о том, при чем здесь Грибоедов и вообще, ну как появилась идея песни и что это такое? Идея песни появилась в прошлом году «Сидела я сидела». Конечно, мы все знаем эту фразу прекрасную, да, и в обиходе мы ее используем в нужное время, вот. Но как-то она мне пришла в голову, я ее резко где-то услышала, думаю, так, это прекрасная тема для песни. Почему? Потому что все девчонки сталкиваются с тем, что они в один момент начинают себе придумывать много проблем. А прошлый год, он вообще был таким очень замечательным годом, когда мы и так нам проблем подкинули, мы еще их где-то начинаем черпать, брать, не знаю. В общем, я вспомнила, перебрала всю свою жизнь, и были у меня такие моменты, когда ты, когда, например, ну так вот в общем, скажем, ты встречаешься, например, с мальчиком, мама тебе говорит, слушай, ну не очень, ну он вообще не для тебя, давай-ка ты вот подучишься, вот какого-то ты другого найдешь. Ну этот, он не для нас. Вот, и ты бросаешь этого мальчика, потом ревешь, плачешь, думаешь, боже, ну я же его так люблю, ну как, ну мама, зачем, а маму надо слушать. В общем, и, ну это как один пример из, о чем я пою в песне, там, конечно, много таких разных вариантов, и вот как бы вот об этом, да, что мы очень много думаем, думаем о том, как надо, вместо того, чтобы чувствовать, проживать, жить и быть счастливыми. Голосуй сердцем. Много думай. Прекрасная фраза. В Экклезиасте была не менее прекрасная фраза, многие знания, многие печали. Да, меньше знаешь, крепче спишь. Ладно, мы прекрасно, каждый выдал по цитате. Каждый выдал себя своим цитатам, я бы даже так сказал. Кристина, спасибо большое, да, наверное. К инструменту, наконец-то же. Да, мы тогда сейчас послушаем, я понимаю, песню, или как мы, или, а мы же в записи ее хотели, да? Или, или. Так, давайте, господа. Живьем, живьем. Прекрасно, это же гораздо лучше. Я подготовлена. Все, отлично, браво. Дальний формат для радиоволтком, более лайтовый. Тогда, спасибо, ждем исполнения. Меня хорошо слышно, да? Если что, вы мне сигнализируете. Нравится тебе быть сильно-сильно, и рано вставать, куда-то бежать опять. Говорить, это твой выбор, и совсем не обидно. Одно засыпать, шкаф собирать. Ты говоришь, что можешь все сама. Тебе никто не нужен, но в глазах. Понятна глубина отчаяния, куча сомнений и с ними пустота. Это горе от ума, горе от ума. Просыпаться в никуда и не для кого. Убиваться по ночам и по вечерам. Залипать в инстаграм, в чатах, в телеграм. Это горе от ума, в голове туман. Но зачем тебе лузер, ведь ты такая, вау. Ты когда-нибудь найдешь себе достойного. Не сейчас, так потом, сказала твоя ма. И пошла кормить кота. Горе от ума, горе от ума. Горе от ума, это горе от ума. Горе от ума, он совсем не дурак, а ты совсем не вау. Сидишь в платье у шкафа, что собрала сама. Ты и три твоих высших образования. Это горе от ума, в голове туман. Без него у тебя не получается. До восьми и позвони, скажи, что не права. Это две тысячи двадцатый, сводил тебя с ума. Это горе от ума, горе от ума. Променял любовь на кривое даба. Ты давно уже нашла себе достойного. Собирай чемадан, билет река Москва. Маме оставляй кота. Горе от ума, горе от ума. Горе от ума, горе от ума, горе от ума. Горе от ума, горе от ума. Браво! Спасибо, Кристина Корни. Спасибо! Еще раз поздравляем с праздником, с Международным женским днем. Очень огромный, ребята, прекрасный день. Я была рада его встретить вместе с вами. Шикарно! Спасибо! Спасибо большое! Всего доброго! С праздником! Спасибо еще раз праздником! Хорошего дня, Кристина! До свидания!